Мета-анализ проблемы включения российских публикаций Значит, я хочу, ну, о том, что такой мета-анализ, мы практически все знаем, но, значит, хочу рассказать про мета-анализы в русскоязычной литературе и о проблемах. Причем двух проблемах, не о всех, а о двух. Это первое, трудно найти российские статьи, и с чем это связано, и качество публикаций. Ну, конфликта интересов нет. Что такое мета-анализ, все знают, что это очень мощный инструмент для выявления доказанных медицинских технологий. И использует он статистические подходы. При этом, как бы, увеличивается мощность, и доказательность можно оценить более широких аспектов. Но, когда мы встречаем, начинаем касаться русскоязычной литературы, тут возникает вопрос, а насколько часто мы встречаем русские публикации в мета-анализе? И тут возникает, вот я задала себе такую задачу, и попробовала по слову мета-анализ посмотреть научно-электронные русскоязычные библиотеки и лайберы. Я проанализировала 150 статей на русском языке, не говорю, что это очень много, но это самое, и вот давайте посмотрим. Значит, соответственно, оценивала только список литературы, ссылки, да, вот там есть возможность оценить ссылки. И, соответственно, у нас получилось, что, ну, 35 не медицинские, 15 тезис и авторефераты посмотреть невозможно, осталось 100 статей, из которых 80% нет ни одной ссылки на русскоязычную статью, 20% есть русскоязычных, да, я еще раз говорю. Значит, 20% есть русскоязычные статьи, однако среди них основная часть – это методологические или какие-то регуляторные ссылки, но не больше. На клинические исследования не ссылаются. Что же мешает включению российских медицинских публикаций в мета-анализ? Ну, одна из возможных причин – это то, что не только в русские, да, русских-то мы можем найти, но вот, как бы, если говорить о мета-анализах зарубежных, потому что единичные российские биомедицинские журналы включены в международные базы данных. Ну, в Google Academy больше, но там и, как бы, русские, они на русском языке включены. Есть еще одна важная причина, которая говорит о том, что люди, когда составляют мета-анализы, чаще всего пользуются специальными системами поиска и системами работы со списками публикаций, так называемые citation managers. Вот их достаточно много различных, однако, что они дают? Они дают возможность адекватного поиска информации, сохранения у себя базы данных и встраиваются в офисные программы, формируются списки. То есть облегчение работы нашим авторам любых статей, в том числе медицинских, в том числе мета-анализов. Ну, вот, например, журнал, не очень высокий индекс цитирования, я и взяла такой средний журнал, в котором, если посмотреть, как бы есть достаточно много ссылок, всяких публикаций, но здесь есть вот одна очень интересная вещь. Нашли статью, сделали ее, послали ее в citation manager. Список citation managers, вариантов, которые можно послать. Вот, пожалуйста. Первая попавшаяся статья. Российские журналы не имеют такой функции. Я ни одного журнала не нашла, который бы имел такую функцию. Более того, российские журналы не прописывают у публикации в интернете определенные диски, рипторы, по которым можно что-то найти. Есть журналы, размещающие целиком журнал, как PDF-файл, без деления на отдельные слайды, на отдельные статьи. Соответственно, такие журналы, такие статьи очень сложно найти и, соответственно, сложно обрабатывать. Вот, например, вот тот же журнал, вот citation manager такой Менделей называется, и мы сразу автоматически посылаем вот этот Менделей, он создает список и автоматически встраивается в базу данных. Это из этого журнала. Российский журнал, нажимаю тот же Менделей, не можем найти библиографические метаданные. Причем журнал хороший, цитируемый за рубежом и входящий в список по обмену. Входим тоже журнал, входящий в по обмену, цитирующий в по обмену. Вообще содержание в виде такого вордовского текста, без всяких гиперссылок и всего остального. Зайдем в илайбреры, находим статью. Тот же самый момент. Найти невозможно. То есть, вот люди, которые, соответственно, привыкли пользоваться какой-то опротой, помощи от журналов и всего остального не имеют. Это первый вопрос. Второй вопрос, ну, наверное, он уже на белоском у всех. Это вопрос качества публикации. Эта проблема обсуждается уже более 10 лет. У нас более 20 лет, но ничего особо не меняется. Чуть-чуть есть прогресс. Не могу сказать, что совсем нет, но все-таки есть какой-то прогресс. В чем дело? Низкое качество дизайна и статистического анализа. Исключением являются только исследования, описывающие предрегистрационные исследования международных фарбкомпаний. Какие проблемы появляются? Ну, у нас есть опубликованные статьи, они уже опубликованы там гораздо раньше, сейчас все то же самое. Отсутствие адекватного контроля, нестандартизированные конечные точки, а это очень важно, потому что нельзя в метаанализ смешивать кучу различных конечных точек. Нестандартизированные длительности терапии, отсутствие рандомизации ослепления и очень интересная, очень низкая мощность. На самом деле, статистики очень часто, планируя любое клиническое исследование российских фармфирм, сталкиваются с такой проблемой. А посчитайте нам размер выборки, но мы можем только 200 человек набрать. Сделайте так, чтобы обосновать 200 человек. Ну, насколько это доказательно и насколько это работает на нашу науку, это уже другой вопрос. Ну, нет стандартов статистического анализа, у нас нигде не прописаны требования журналов к статистическому анализу, нет статистического рецензирования. По нашим проведенным исследованиям, несколько лет назад мы проводили, 80% публикаций имеют ошибки в статистическом анализе. Ну, опыт проведения метаанализов у меня был небольшой, я пыталась провести три метаанализа по очень узким специальностям, что получилось. Для одного по неврологии не нашлось ни одной статьи, причем это были российские препараты, российские препараты, значит, российской фарфирмы. Ни одной подходящей статьи для метаанализа, то есть метаанализ не удался. Для второго мы смогли найти только четыре статьи, в которых были разные конечные точки, которые можно было объединить только по две, ну, в лучшем случае по три, три статьи, но не больше. Дальше, эндокринологическое исследование, уже такая тематика была с сахарной диабетой, препараты из-за раздела сахарного диабета достаточно известные. Международные есть, российских нету, тех, которых можно было включить в метаанализ. Ну, дальше, соответствие наших публикаций международным требованиям. Вообще существуют международные требования, почему наши журналы к этому не обращаются, к этим требованиям, не предъявляют к нашим статьям те же самые требования, я не знаю. Потому что любая статья, когда вы посылаете статью в международный журнал, вам сразу приходит, а соответствует ли ваша статья требованиям консорта. Ну, вот есть такая организация, Экватор, которая формирует себя, значит, в нее входит система консорта, которая предлагает прозрачность публикации репортов и требования к нему, репортов клинических исследований. И для каждой, для систематических исследований, для всего остального, вот, различные, и там прописываются требования. Ну, например, вот консорт, если мы говорим о клинических исследованиях, есть такая простая вещь, как чек-лист, в который можно просто-напросто проставить галочками, все, вы ли описали то, что требуется. Мы проводим обучение доказательной медицине на нашей кафедре клинической фармакологии доказательной медицины. И курсов GCP. И слушателей я просила просто-напросто найти любые статьи по научным исследованиям и провести, значит, просто проверить чек-лист, как они публикуются. Русскоязычные. В большинстве отсутствия рандомизации, в большинстве отсутствия ослепления, в части отсутствует полностью описание статистических методов, отсутствует описание расчета размера выборки. Соответственно, в некоторых статьях, которые, как раз вот я хотела сказать, метаанализ включения, была очень хорошая статья, вроде бы хорошее исследование, но при публикации там не было даже стандартных отклонений у цифр. Соответственно, что мне бы хотелось сказать. Может быть, как бы все, что вы уже слышали, оно есть, есть в этих заключениях. Может, все-таки надо как-то обратиться к нашим журналам, чтобы они ввели лицензирование и более соответствовали международным требованиям. Может быть, они лучше бы включались в эту систему с мета-данными, которые можно. Ну и, соответственно, российские онлайн-презентации своих результатов, своих статей в интернете. По-моему, это достаточно актуально. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...